ребят всем привет видео сегодня как и обещала в одном из моих последних видео расскажу о том как же моего ребенка которому 14 лет который работает в сети вот таких вот заведений быстрого питания наказали на деньги и кто американцы добропорядочные добросовестные улыбчивые американцы то есть это не целях как бы пожаловаться до рассказать и показать ой какое плохое заведение и все в этом роде до очернить американцев разумеется нет просто кажется такой очень показательный пример который хотелось бы озвучить особенно если кто-то проживает в америке и детки хотят пойти в такого плана заведения они просто должны быть к этому готовы что такой нюанс может быть то есть мы этот вопрос разумеется с ромой тоже обсуждали самое важное на мой взгляд обсудить мы с ним нашли пути решения то есть сейчас в этом видео поделюсь расскажу вот мы приехали кстати за ромой вот заведение где у нас работает нашем городке это единственное заведение которое нанимает на работу деток с 14 лет даже примеру сеть заведений макдональдс в нашем в нашем городке в нашем штате нанимает деток только с 15 лет но у меня есть подруга которая проживает небраска и у нее девочки с 14 лет уже начали работать в макдональдс кстати получают вот тоже так сравнению мой работает и у него зарплата 8 50 в час 8 долларов 50 центов и тоже в таком возрасте они не имеют права работать больше 18 часов в неделю если это идет школьная неделя если выпадает рабочие дни на неделю когда каникулы или если скажем летом то они могут работать положенные 40 часов вот у меня рома кстати зимой когда были на зимние рождественские каникулы он тогда работал у него выходило 33 часа в неделю он у меня тогда работал и тоже до хотела вот сравнить привести цены да то есть у меня рома зарабатывает 8 долларов 50 центов макдональдс кстати небраска платит 11 долларов но когда девочкам исполнится 15 лет зарплата уже будет по моему 14 до по моему 14 обещали здесь в этом заведении где работает рома не знаем мы будут повышать цены или нет если нет то у нас в нашем городке макдональдсе можно устроиться с 15 лет они нанимают поэтому у рома есть еще год он поработает пока здесь когда ему исполнится 15 лет мы посмотрим возможно перейдет но если перейдет то мы понимаем да что это тоже будет аналогичная сеть заведений где такая проблема точно также может быть итак но теперь пожалуй о проблеме из которой ему в свои 14 лет пришлось столкнуться то есть есть такие вот люди непорядочные которые собственно говоря и питаются живут за счет вот таких вот молодых ребят то есть что же у нас получилось приходят делают заказ затем начинают сбивать до что нет это не хочу хочу другое потом это другое тоже не хочу хочу 3 потом наверное нет верните мне первое вот таким вот образом скажем так ребенка они запутывают и потом даже учитывая что рома повторяет заказ как бы подтверждает да то есть получает подтверждение когда заказ получает покупатель посетитель да тогда получает свой заказ он говорит это не то что я заказывал я это не буду я хочу другое то есть я заказывал другое и по правилам заведения им дают новый заказ но вот тот первый заказ который они заказали но вроде бы ошибочный они тоже забирают просто они за него не платят вот так ладно бежит мой ром чек я наверное закончу свой рассказ немножечко позже ох привет как дела что это налоги уже твои пришли я хорошо все ладненько мы тогда сейчас еще заедем ромчик магазин а то че от заболел мне нужно ему взять лекарства хочешь машине ну хорошо побудешь машине ладно давай поехали тогда ребят делаю продолжение уже правда с большим опозданием я уже успела за это время преобразится да уже прошло полторы недели но я бы очень хотела закончить это видео и сделать его максимально полным до дополнить максимально и так то есть как мы эту проблему решили должна заметить что я не сразу узнала о существовании такой проблемы было время когда рома у них не было школы соответственно он работал больше так руки отверни пожалуйста вот он работал больше и соответственно у него чек был очень хороший и он как бы до получил похвастался и в этот момент я увидела графу да написано food то есть еда и было восемьдесят шесть или восемьдесят семь долларов соответственно сперва я решила что это еда которую он там покупал себе то есть я это уточнила и он сказал что нет и и объяснил что это за сумма да что то есть люди делают заказ потом отказываются им то есть мы тогда даем два заказа но вот эту вот сумму от заказа которые они отказались ребята которые принимали заказ покрывают самостоятельно то есть это не идет счет заведения то есть ребята вот такие вот как рома покрывает самостоятельно соответственно мы с ним начали углубляться в эту тему я начала расспрашивать как это все происходит как делают заказ одни и те же это люди или нет вот здесь было очень важно до момент он сказал что преимущественно да это одни и те же люди то есть они как бы уже несколько раз уже с ними у него было такой акцидент до произошел но бывают что и другие соответственно я ему сказала в первую очередь проконсультироваться еще один раз со своим менеджером уточнить что он должен как он должен правильно принимать заказ чтобы обезопасить себя от такого рода высчетов да то есть чтобы все заказы делать максимально правильно плюс уточнить да если такие проблемы у других людей с этими тоже клиентами если есть то как поступить тоже в этом случае правильно он затем пообщался со своим менеджером менеджер сказал когда эти люди в следующий раз придут делать заказ то есть позвать его с этого момента уже прошло несколько недель то есть рома получил уже несколько чеков без вычета этой суммы но он тоже сказал что когда эти люди приходили он сразу звал менеджера и возможно они видели сюда что сзади стоит человек наблюдает еще не знаю но этой проблемы больше нет роме же я сказала что с людьми такого плана нужно быть очень аккуратными очень осторожными людей такого плана в моем понимании это гнилые люди недостойные уважения с ними нужно быть очень аккуратными предельно аккуратными потому что именно такие люди они имеют точно таких же друзей это как такое да своеобразное цыганское радио когда один говорит другому слушай вот там-то и там-то да появился новый мальчишка за его счет можно классно то есть погулять да пусть не погулять но скажем так набить свой желудок бесплатно поэтому они делятся такой информации друг с другом и вот чтобы этого не допустить чтобы не получилось что ты работаешь для кого-то то есть вот именно нужно к этому вопросу подходить правильно рассказала ему разумеется и о своей истории во первых сказала да что делать ошибки тем более в его возрасте это абсолютно нормально важнее обращать внимание на эти машины на эти ошибки то есть проводить своеобразный анализ в случае необходимости у него есть я и то есть я тоже совершала свои ошибки в определенном возрасте а я поделилась с ним моими ошибками когда мне было только 16 лет и я нашла тогда свою первую работу язни по петровска у нас был такой рынок базар озерка и я тогда летом продавала канц товары тоже у меня и воровали первые слезы были первая недостача была мне тоже помогали вот люди которые там работали подсказали как это все сделать как перекрыть я это на все ему рассказала то есть да то есть своим примером показала что не он один совершает ошибки тем более в таком возрасте важнее не сдаваться важнее проработать свои ошибки и сделать так чтобы в будущем их не допускать вот так конечно рассказала что не только в 16 лет у меня была такая ошибка да допущено рассказала и о другом своем опыте когда я только пришла в обувный мир и начала делать свои первые шить свою первую обувь тоже какие у меня были проблемы переживания в общем это нужно делиться нужно делиться со своими детьми своим личным опытом показывать и рассказывать что ошибки имеют место быть нашей жизни это нормально это часть взросления до часть когда мы вот узнаем мир узнаем других людей понимаем как коммуницировать со всеми да это очень очень важно вот ребят в принципе об этом я и хотела рассказать в этом видео если вдруг у кого-то детки тоже вот вы находитесь в америке они хотят найти свою первую работу в 14 лет скорее всего это будет вот именно сеть подобных заведений и очень очень важно деток просто к этому моменту подготовить рассказать чего они могут ожидать я лично никогда бы не могла подумать что мой ребенок может здесь столкнуться вот с такой проблемой да наверно потому что мы просто с чедом другие порой мы действительно получаем не тот заказ какой мы заказывали но мы никогда не делаем с этого проблемы мы не возвращаем заказ господи ну кушаем то что дали там не прям такая датом катастрофическая разница да зависит все от человека и и наших детей нужно подготовить к тому что в этом мире есть те люди которые не будут их ценить не будут их уважать будут пытаться за их счет где-то получить какие-то своеобразные бонусы потому что их труд для них не важен и не ценен вот ребят все всем большое спасибо кто присоединился ко мне в этом видео очень надеюсь что это видео было вам полезным ну а пока я с вами прощаюсь и увидимся с вами моих следующих видео пока пока